На Фадеевой 53 произошла серьезная авария. Столкнулись Лэнд Крузер и Тойота Гая. В аварии пострадала трехлетняя девочка. Минивэн Тойота Гая двигался по Фадееву на седанку. Внедорожник Тойота Лэнд Крузер ехал со стороны Патрокол. Автомобили сошлись в железной схватке под Фадеевской развязкой. Двигался по улице Фадеева. Видел, что стоял, курзак поворачивал, запрещающий налево от стороны поворот. Ну, ехал прямо, а тот решил проскочить вперед. Попал нам. Позридал ребенок. Сколько лет ребенок? Три года. Присегнут был? Да. Автокресли, да. Рулевой минивэн уверяет, что его вины в ДТП нет. Он двигался по главной дороге. Оппонент выезжал со второстепенной. Обязан был пропустить. Но, увы, этого не сделал. Сейчас раскаивается. Понадеялся, что мужчина пропустит меня, потому что, в принципе, он ехал. Сначала далеко я приостановился. У него скорость была, в принципе, нормальная. То есть я думал, что проскочу. Он, видимо, в горочку начал увеличивать скорость. Но я уже выехал, соответственно. Я не знаю, что там у них происходило, потому что там ехала целая семья в машине. Видимо, может, какие-то диалоги у них там шли. Они меня просто сигнорировали. Да, я прекрасно понимаю, что я виноват, потому что я должен был пропустить его. Но тут просто понадеялся на то, что человек пропустит. Трёхлетняя девочка, пассажирка Тойоты Гайя, сильно плакала. Испуганные родители вызвали бригаду скорой. Карета была подана незамедлительно. Медики осмотрели пострадавшую малышку и констатировали сотрясение головного мозга. Увезли в тысячкоечную больницу. В салоне минивэна находился ещё один малолетний ребёнок, полуторагодовалый мальчик. В аварии он не пострадал, а травм спасли материнские руки. В результате ДТП машины получили серьёзные кузовные повреждения. Машина дальше не поедет, только эвакуатор. Всю ходовку всё вырвало. Машина не дешёвая в обслуживании, но в принципе решаема. Я думаю, что особо таких повреждений у меня нет. Мелочи, бампер, решётка, оптима. Деформации, наверное, такой не будет. Я имею в виду, что вам придётся за свой счёт ремонтировать? Сами только признали, что это. Ну, конечно, само собой за свой счёт. Как вы думаете, в какую штуку не встанет ремонт? Не могу сказать сейчас пока, потому что я даже ещё не заглядывал под капот. Сейчас можно разъехать сначала. А в отличие от минивэна, утратившего способность к самостоятельному передвижению, внедорожник на ходу. На месте ДТП работает наряд Дорожно-патрульной службы. Штраф за нарушение ПДД получит водитель Toyota Land Cruiser.